доброго времени суток вы на канале осознания мы говорим про пк интернет и мы продолжаем разбирать windows сегодня мы займемся созданием загрузочной флешки windows это честно на самом деле правильнее говорить конечно же установочной но почему-то у всех принято загрузочная ну что ж давайте приступим есть несколько способов создать загрузочную флешку windows она правильно сказать конечно же установочная ну ладно раз уж принято загрузочная так загрузочная я бы разделил два на два способа официальный неофициальный официальный это с помощью специальной утилиты от microsoft неофициально это с помощью любой другой утилиты позволяющие прожигать сделать но как раньше говорили прожигать болванки но сейчас сделать флешки ультра iso и так далее ну я буду рассматривать в этом видео официальный и неофициальный ну грубо говоря без программку который бесплатно позволяет записать образ винды на флешку заранее скачного образа первый способ официальный идете в яндекс выбиваете windows 10 скачать переходите на сайт microsoft и там будет у вас две кнопочки обновить и установить точнее помогут качать вот вас интересует вторая полноценная программа которая media creator tools 2004 но в вашем случае возможно вы смотрите уже когда windows 10 вообще не существует и какой-нибудь идет релиз windows 3000 то соответственно и и качаете далее все просто запускаете программу вам понадобится сама программа терпения и флешка объемом случае десятки минимум 8 гигабайт почему терпение потому что программа тормознутая вот я ее запустил а насчета выполняет выполняется подготовка выполнять а подготовка чего анализ моей системы зачем мне это непонятно ну и также потребуется еще объем 10 гигабайтов минимум свободных на диске c потому что это microsoft они не умеют делать нормальные программы и так после того как программа подумала нам предлагают прочитать лицензионное соглашение и согласиться с ним можете читать можете не читать можете сразу принять условия того что ваше ротовое отверстие будет microsoft иметь право пришить канальному отверстие другого пользователя windows это не точно я не читал возможно там именно это и сказано программа опять будет думать и это обычное дело для программ от microsoft будь то windows office и что бы они не выпустили в скором времени ubuntu тоже будет сильно думать ну кстати кто не знает компания работаешь убунту хорошая операционной системы в переводе означающих человечность приобрела microsoft так что он прощаю бунтов но нужно но приобрела бунту пока работает но говорят что с релиза 20 кстати как это у нас все-таки хорошо получается windows 2004 убунту 2004 вот с этого релиза тоже все будет плачевно но собственно ладно болтология болтологии выбираем создать usb устройство 9 диск либо скачать и сообраз нажимаем далее здесь нам предлагают выбрать либо по умолчанию определили за на что у нас русский язык 64-битная система и поэтому для него создадим умолчанию вы можете выбрать любой язык язык из представленного естественно будет тот который вы выбрали плюс английский операционная система к сожалению только десятка ну и на выбор 32 64 либо оба сразу тут все просто логично и замечательно предлагаю оба сразу на всякий случай нажимаем далее usb устройство создать да именно это мы хотим нам говорят сразу какое usb устройство будет использована будь у вас тут несколько флешек вы сможете выбрать у меня вставлена одна нажимаем далее все ждем пока программа будет очень долго думать проблема в том что она первоначально скачивает сам образ винды на ваш комп после этого его устанавливают поэтому это долго если у вас есть заранее скаченный образ плюс кстати могу сказать что данная программа и винду то кончает очень медленно в отличие если бы вы ее качали сторонними программами так что мы можем от этого отказаться и воспользоваться вторым способом создания загрузочной флешки windows с помощью программы руфус опять же таки идете в яндекс вбиваете руфус и вам должно выдать первую же ссылку заходите на сайт включайте программу спускаетесь чуть ниже там увидите скачать есть вариант скачать установочную программу то есть установить руфус на комп не понимаю зачем либо протабельную я лично скачал портабельно запускаем при первом запуске на спрашивают хотим мы чтобы программа утрас обновлялась но 2 открывается дополнительные определенные функции нажимаем куда и данная программка нам позволяет установить точнее создать загрузочную флешку как линукса так и виндуса но и других замечательных операционных систем но еще если вы нажали да то у нас тут есть замечательная вещь и так на данный момент мы можем сделать следующую вещь выбрать не выбрать образ а именно скачать образ здесь вы можете выбрать точнее нажимаем скачать и собственно что здесь нас интересует это если у вас винды нет это еще один способ скачать винду образ винды официально потому что данная программа тоже точно также создает запрос сайта microsoft и позволяет качать разные windows и разного релиза на выбор есть 8 или 10 8.1 естественно единственного релиза последнего предыдущие скачать не дадут как говорится дают скачать там где побольше шпионажа нажимаем продолжить и вот здесь вот вы уже можете выбрать релиз есть последний релиз винды который можно скачать с официального сайта из предыдущие релизы десятки относительно того как какие они 64-битные или 32-битные либо же сразу оба два в одном подсказать не смогу не качал и не интересует потому что у меня заранее скачанный образ есть и так как с помощью данной программы можно скачать релиза винду и сразу сделать загрузочную флешку разобрались что делать если у нас есть образ и скачать мы ничего не хотим выбираем естественно не скачать а выбрать нажимаем на кнопочку выбрать выбираем образ винды в моем случае это все та же самая windows 10 64 битный пардон 32 плюс 64 бит на и вот microsoft последнего релиза что у нас тут есть еще такого замечательного стандартная установка также вы можете выбрать windows to go мы про это поговорим отдельно это создание именно загрузочной флешки то есть вы вставили флешку не загрузилась полноценная винда и вы можете с ней работать но поэтому поговорим в отдельном видео так что пока что оставляем стандартная установка далее что нас интересует в зависимости от того что у вас bios или уефе выбираете гпт или мбр мбр это в случае того что если у вас на компе на компе bios гпт это в случае если на вашем компе он более новый и поддерживает уефе не понимаю в чем прикол но вообще мне предложено мбр только нтфс систему разметки флешки старые компы с этим не дружат поэтому тут проще выбрать гпт уефе к сожалению поддержка старых убил сов мы сделать не сможем но зато мы сможем выбрать легасе fat32 для уефе по умолчанию ну собственно дальше в принципе ничего на выбирать не нужно советую все-таки использовать гпт уефе потому что в принципе но и сбил сам загрузится вот нтфс не на всех системах стартует нажимаем старт нас предупреждают о том что флешка будет полностью очищена если вы выбрали жесткий диск тут можно кстати выбрать внешне жесткий usb диск в качестве носитель на который будет создана собственно загрузочная флешка хотя реже от меня это слух установочная сама флешка для этого вы должны будете поставить галочку создать диск и тогда у вас уже появится в списке именно usb диски по умолчанию только флешки но у меня usb диски не подключены ладно нажимаем старт соглашаемся с тем что флешка будет полностью отформатирована если у вас внешне жесткий диск кто даже если разбит на разделает он точно также будет полностью отформатированы все данные будут потеряны заранее копируйте данные с флешки нажимаете ok соглашаетесь пошла запись происходит это намного быстрее чем случае с официальной программы от microsoft потому что она тормозит плохо оптимизирована и вообще ключ на вся продукция microsoft а в том числе вину которую мы зачем-то загружаем на флешку вместо того чтобы поставить туда таки кошерный лимонс ну ладно вы сами хотите винду так что будем делать винду ладно ставлю на паузу потому что все равно это займет определенного времени кстати если у вас флешка вставлена в usb hub а не напрямую в комп это может увеличить время записи как бы это странно не звучало но действительно так специально проверял на этом компе сейчас вот флешка вставлен в хаб и запись винды на флешку 1 если напрямую вставить в комп но мне лень лазить постоянно под стол вынимать флешку вставлять флешку то запись винды на флешку намного быстрее ну ладно ставлю на паузу все можно загружаться с данной флешки при загружать компьютер загружаться с нее и устанавливать windows но о том как устанавливать windows 10 и его первичные настройки а также какой софт лично я считаю обязательно для windows а мы поговорим в следующем видео на этом все надеюсь видео было вам полезно подписывайтесь на канал ставьте лайки не забудьте активировать колокольчик и оставьте комментарий какой виндой пользуетесь лично вы также не забывайте про наши соцсети группу вконтакте а также канал в телеграме кстати нету нету не является анонимным не надейтесь ну и желающие могут помочь каналу материально напоминаю я собираю на нормальный свет а то видели бы вы что у меня тут за банду разделано чтобы хромакей вырезать всем пока а